Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусное мясо в тесте. Запечённое таким способом свинина получается сочной, нежной, ароматной и очень эффектно смотрится на праздничном столе. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Кусок мяса помещаем в миску, посыпаем его солью, перцем, приправой у меня хмели-сунели. И хорошо натираем со всех сторон. Мясо для запекания лучше брать ошеек или заднюю нерабочую часть, тогда готовое мясо будет сочным и нежным. Главное, чтобы не сухой, не постный кусочек был. Теперь накрываем миску с мясом пищевой плёнкой и убираем в холодильник не меньше, чем на 3 часа. Я обычно мариную на ночь, а уже на следующий день запекаю. В течение времени достаем мяши из холодильника и шпигуем его чесноком и гвоздичкой. Делаем такие проколы ножом и вставляем туда дольку чеснока. Я чесночок порезала на такие дольки и туда прям дырочку. Также гвоздичку можно чередовать. Чеснок и гвоздик. Но гвоздички много не надо, штучки 3 хватит. А чеснока тут уже, как вам больше нравится. Переворачиваем кусочек и с другой стороны также шпигуем чесночком. Делаем мясу немножко полежать при комнатной температуре, а сами в это время займемся тестом. Берем миску, просеиваем в нее муку сквозь сито. В просеянную муку добавляем соль, подсолнечное масло. Подливаем воду комнатной температуры и замешиваем тесто. Муки может понадобиться немножко больше или меньше, чем указано в рецепте. Это зависит от качества сорта муки. Главное, чтобы получился однородный комочек, не слишком плотный такой, чтобы было тесто мягкое и податливое. Тогда уже ложкой вымешивать неудобно. Уберем и замешиваем тесто руками. Чтобы было удобнее, можно переложить тесто на рабочую поверхность и продолжить замешивать уже двумя руками. Вот такой однородный, плотный, но мягкий комочек тесто у нас получился. Теперь заворачиваем колобок в пищевую пленку и оставляем растаиваться при комнатной температуре где-то 20-30 минут. Дальше раскатываем тесто в пласт толщиной примерно полсантиметра. Кладем на него наше мясо и заворачиваем конвертиком. Так, край можно немножко защипнуть, чтобы он в духовке не скрутился. Берем форму для запекания, присыпаем ее немножко мукой и помещаем туда наше мясо в тесте. Сверху делаем пару проколов, небольших таких, чтобы было куда выходить пару. И отправляем в нагретую духовку. Температура 180 градусов и будем запекать 2 часа. Если в процессе приготовления теста начнет подгорать корочка сверху, можно накрыть ее фольгой. Через 2 часа достаем наше мясо в тесте из духовки и подаем к столу в горячем виде. Хотя и в холодном состоянии такое мясо будет очень вкусным. Вот и все. Сочное мясо в тесте, запеченное в духовке, готово. Вот так мясо выглядит в разрезе. Тесто употребляем вместо хлеба, особенно вкусная нижняя часть, которая пропитана мясным соком. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!